Здравствуйте, дорогие телезрители! Уже по традиции в 7.15 утра мы начинаем новый день вместе с вами и желаем всем доброе утро! Пусть оно наполнит ваш день позитивом, принесет море радостных и счастливых мгновений, а также поднимет настроение на все 100%. В эфире программа «Утренний эспрессо» телеканал «Беларусь-4 Брест». Ведущие Андрей Палагин и Яна Пикула. Мы начинаем! Сегодня в «Утреннем эспрессо». В рубрике «Будем здоровы» узнаем о пользе Мангольда. 117 лет стажа на четверых. О тех, от кого зависит продовольственная безопасность нашей страны, расскажем в нашем сюжете. На 100% от преступников не защитит никакая дверь. Поговорим о профилактике имущественных преступлений. Друзья, правильные запахи помогут вам проснуться быстрее и эффективнее всего цитрусовые ароматы. Они улучшают настроение, тонизируют и создают ощущение свежести. Ведь эти фрукты имеют эфирные масла, которые возбуждают нервные окончания и ускоряют реакции в нашем организме. Так что, если этим утром вы никак не можете проснуться, вам помогут цитрусовые запахи, а также программа «Утренний эспрессо». Смотрим прогноз погоды. «Утренний эспрессо» «Утренний эспрессо» «Утренний эспрессо» День отогревания в кофейне День отогревания в кофе На календаре 22 ноября И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний В 1773 году Екатерина II своим указом Создала белорусскую католическую епархию с центром в Могилёве Первым епископом был назначен Станислав Богуш-Сестринцевич Ему подчинялись все католики латинского обряда в России В 1876 году в Гродно родился Зиновий Соловьёв Один из организаторов советского здравоохранения и военно-санитарной службы Красной Армии Инициировал создание в Крыму уникального оздоровительного центра для детей «Артек» В 1906 началась реформа Петра Столыпина Её результатом должно было стать превращение крестьян в отдельный класс мелких собственников земли И окончательное избавление от обломков отменённого к тому времени уже полвека назад крепостного права В 1925 году родился участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Александр Петряев Механик-водитель танка Т-34 особо отличился в июне 1944 года при освобождении Борисова Герой Советского Союза В 1941 году во время блокады Ленинграда была открыта «Дорога жизни», связавшая город с большой землёй Первая колонна из 60 автомашин с санями на прицепах отправилась по льду на восточный берег Ладожского озера и к вечеру достигла порта Кабона В Брестском академическом театре драмы набирает обороты 81-й театральный сезон И вот уже, кстати, к концу ноября зрителям представят новую премьеру Это новый спектакль «Достоевский.игрок» И буквально вчера в гостях у нас был режиссёр-постановщик этого спектакля Евгения Тодорова и исполнители главных ролей И самое важное, что наши гости пришли к нам не с пустыми руками, а принесли вот такой вот прекрасный пригласительный билет, который мы буквально через мгновение разыграем Да, ну что ж, получается, что наши телезрители сегодня могут стать обладателями этого прекрасного подарка двух пригласительных билетов Нас премьеру спектакля, которая пройдёт уже 28 ноября Ну и самое главное, Андрей, что же нужно сделать нашим телезрителям, чтобы получить этот подарок? Дело в том, что наши гости сразу оставили небольшой вопрос А тот, кто ответит раньше и правильнее, тот, собственно, и получит наши пригласительные билеты Вопрос следующий Кто по профессии был Астлей? Астлей – это один из персонажей данного произведения Ну, найти как-то можно по маленьким ссылочкам И там немножко есть даже такие вот заковыристые моменты Но я думаю, что если вы хотите получить вот эти пригласительные билеты на спектакль, то вы обязательно справитесь с этим заданием Ну что ж, дорогие телезрители, мы ждём ваши варианты ответов на наш номер в Вайбере – 821 55 55 И постарайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы стать первым, и ваш ответ был правильным, что немаловажно Ну что ж Наша программа продолжается Ну и далее мы поделимся рекомендациями Луны Что же всё-таки сегодня нужно сделать, чтобы этот день прожить тоже максимально радостно и интересно Фаза Луны – третья четверть Луна – убывающая Символ дня – башня День несёт в себе покой Период благоприятен для внутренних изменений и налаживания отношений с окружающими Ожидайте творческое озарение Захочется посмотреть на мир с лёгкостью Внутренняя сила будет привлекать людей и идеи Старайтесь находиться в компании энергичных и увлечённых персон Соглашайтесь на приглашения и деловые предложения Рождённые в этот день настойчиво преодолевают трудности Они на ходу приспосабливаются к меняющейся ситуации и в итоге оборачивают препятствия в возможности Кожа может стать особенно чувствительной Избегайте экспериментов с питанием Следите за качеством сна Смело выкапывайте луковицы и клубни для закладки на хранение Можно срезать цветы для букетов, чистить участок от растительных отходов Проверьте запасы семян и составьте список недостающих Некая ситуация потребует от вас честности Пора заглянуть внутрь себя и понять свои подлинные желания Постарайтесь не потерять фокус Александр Александрович Приходько Заместитель главного врача учреждения здравоохранения Брески областной родильный дом Он с самого детства знал, что хочет помогать людям По его признанию быть акушером-гинекологом это его призвание Как он определился с выбором профессии, будучи подростком Почему столь серьезную работу не представляет без чувства юмора Как можно попасть на практику в Бреске областной родильный дом Учащимся медицинского колледжа, а впоследствии трудоустроиться Эти и другие вопросы большому боссу ребята зададут в программе 25 ноября в 19.30 на телеканале Беларусь-4 Брест Смотрите, будет интересно А я не буду молчать Два пулевых Несите капли крови на занавеске Все как в тумане было Думаете, я не знаю ничего? Все подробности мы узнаем прямо сейчас Ну это понятно? Результаты экспертизы Второй случай на моей памяти А сегодня мы с ним поменялись рубашками Вы знали и молчали? Что у вас в руке? Чайник с водой Дааа, мы их опросили Детективный сериал «Свидетели» Смотрите по будням в 15.55 на Беларусь-4 Брест Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают 1 декабря в 20.45 на Беларусь-4, Брест. Когда маленькие зернышки становятся всходами, а всходы урожаем, это не только чудо природы, но и рок человеческий. Агромир – телепрограмма о людях, которые создают рукотворные чудеса. Каждую среду в 19.50 на телеканале Беларусь-4. Еще раз доброе-доброе утро, дорогие наши телезрители. В эфире программа «Утренний эспрессо» и телеканал «Беларусь-4 Брест». И начало нового дня с вами встречают Яна Пикула и Андрей Палагин. Напоминаем, что сегодня пятница. А пятница – это особенный день, особенно у нас, потому что именно по пятницам мы напрямую связываемся с нашими коллегами из передачи «Доброй ранец и Беларусь» и делимся самыми актуальными новостями первого региона. Сегодня мы собрали только все самое-самое интересное и актуальное со всех регионов нашей области и будем делиться самыми прекрасными новостями с нашими коллегами. Прекрасно, что в наших новостях фигурируют и Пинск, и Ивацевичи, и Беловежская пуща, и Кубринский район тоже. Ну что ж, буквально пару мгновений у нас осталось, и мы подключаемся к нашим коллегам из Минска. Ну а пока, друзья, хотелось бы напомнить, что сегодня у нас розыгрыш, поэтому если вы подключились только что, то будьте внимательны, и скоро мы повторим это задание, по которому вы сможете получить наш специальный подарок от наших вчерашних гостей. Яна Пикула и Андрей Палагин. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Как настроение? Все отлично. Настроение супер. А в Бресте идет снег? Иногда чуть-чуть и очень маленькими-маленькими дозами. Да, такое дозированное новогоднее настроение, уже мы в предвкушении Нового года и зимы. Это закаливание? Наверное, да. Почти декабрьское. Это подготовка к декабрю. Итак, рассказывайте, какие у вас новости еще? Первая новость. Недавно сирены пожарных и милицейских машин разорвали тишину на улицах агрогородка Крошин Барановического района. Но жители могли не волноваться, никакого происшествия не произошло. Так, сотрудники заинтересованных ведомств приглашали на профилактическую акцию. Участников ждали игры и викторины от МЧСников. Молодежи предложили потушить условный пожар. Особый интерес у ребят вызвала площадка от милицейских. Их знакомили с вооружением, разрешили применить экипировку, изучить служебные автомобили, то есть включить сирену и приветствовать всех в громкоговоритель. Самые активные, конечно, не остались без подарков. Ой, ну это было бы очень интересно, я бы сама попробовала. Ты хочешь тоже включить мигалки и погонять по городу? Ты какая? Не исключено. Итак, какая еще следующая новость? Живопись, по которой можно изучать не только историю одной семьи, но и целого края, предлагают оценить в Пинске. Известная белорусская художница-дизайнер Светлана Ноздрин-Плотницкая впервые представила около 40 работ под общим названием «Родовод». В каждой заложен культурный код западного полесья и читается трепетное отношение к истории, многовековому наследию предков и малой родине, где осталась душа теперь уже жительницы Гомеля. Особо поражают на выставке ее календари. Настоящие произведения дизайнерского искусства, к слову, премьеру уроженка города над Пиной посвятила отцу. Вот такая вот новость. Ой, это очень красиво. Я на самом деле даже всматривалась в эти картины, чтобы увидеть, что за техника такая. Поэтому обязательно нужно приехать, посмотреть, оценить, насладиться. Брест ждет тебя. Следующая новость. Уже совсем скоро, в первую субботу декабря, в Беловежскую пущу возвращается Снегурочка и ее семья. Приезд сказочных героев откроет зимний туристический сезон в этом волшебном месте. Организаторы уверяют, что будет, как всегда, весело, празднично и с размахом. В этот день гостей леса ждет фестиваль самодеятельности. Готовятся удивлять и аниматоры. Красочное действие развернется на открытой площадке поместья Деда Мороза. И, кстати, обещают новых анимационных персонажей. Вот такие вот новости. Яна и Андрей, я вот 36 лет на этой земле живу и только от вас впервые узнала, что, оказывается, у Снегурочки есть семья. Я думала, у нее только дед. Оказывается, нет. Так что нужно ехать в Беловежскую пущу, действительно, и смотреть на всю семью Снегурочки. Ну и наш замечательный сюжет. 117 лет стажа на четверых в хозяйстве Ивасовического района трудится династия Аграрев Харужий. Ее основатель 60 лет посвятил любимой работе. О тех, от кого зависит продовольственная безопасность нашей страны, расскажет наш корреспондент. Большое спасибо за такую интересную подборку новостей. Вот Брест нам, понимаете, практически сообщил, что все-все, новогодние праздники близко. Давайте смотреть сюжет и до встречи в следующую пятницу. Ну что ж, друзья, тоже давайте посмотрим этот прекрасный сюжет. Еще раз витает, а чета Харужих уже трудятся. Люди далекие от сельского хозяйства могут подумать, что ноябрьской порой работы на земле завершены. Но эта семья точно знает, работа есть всегда. Старший сын семьи Харужих Николай почти 40 лет работает трактористом-машинистом в хозяйстве Косово. Еще будучи школьником, подменял отца на пахоте. А после школьной скамьи сразу пересел на трактор. Вся жизнь тут прошла. Скоро на пенсию. Полтора года осталось. Будем работать. Работа нравится. Я пришел по батьковых стопах. А потом и сын мой пришел. Брат мой тоже раньше. То там, то там рабил. А сейчас тоже, уже тут, уже лично, тоже робит на тракторы. Дмитрий действительно не отстает от старшего брата. Сразу же после заправки трактора, не теряя ни минуты, отправился на выполнение полученного задания. Быть ответственными сыновей научил глава семейства Владимир Харужий. Сейчас ему почти 80 лет. Более 60 отдал работе в Косово. И продолжает трудиться. Утром, как и сыновья, получает разнарядку. Степанович, так, я вам даю работу уже. Владимир Харужий соглашается на любую работу. Со своим трактором они, как старые боевые товарищи, не дают друг другу уйти на покой. Получил я этот трактор в 91-м году. А работаю я с 63-го года в одном этом хозяйстве. После работы Владимир Харужий спешит домой. Он самостоятельно ведет еще и домашнее хозяйство. Без работы не представляет жизнь. Трудиться начал сразу после школы. Помнит каждую технику, на которой работал. А это около десятка. За ответственный труд Владимир Харужий имеет десятки наград. Два ордена славы второй и третьей степени. А в этом году на областных дожинках награжден орденом почета. Поздравил меня президент. Сказал, поздравляю. Но я вам и спасибо сказал. Для каждого хозяйства трудовая семейная династия – это гордость и та основа, на которую можно положиться. Династия идеальна чем? Что она исполнительнее. Они, если им поручив дело, они не подведут. Чтобы таких династий в этот колхоз тры, не надо более никто. На таких передовиков, как в семьях Харужих, и стоит равняться современной молодежи. И создавать свои трудовые семейные династии. Ведь нет ничего почетнее, когда сыновья и внуки идут по стопам отца и деда. Ну что ж, дорогие наши телезрители, мы напоминаем, что сегодня пятница, 22 ноября. А это значит, что впереди нас ждут насыщенные событиями выходные. Кстати говоря, уже в эту субботу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» военнослужащие нового пополнения присягнут на верность Родине. Слова клятвы произнесут более 750 военнослужащих. К слову, в рядах новобранцев есть и одна девушка. В этот волнительный момент молодых людей поддержат их родные и близкие, старшие товарищи и, конечно, ветераны. Все-таки армия – хорошая школа жизни. Она нужна для того, чтобы поддерживать безопасность. Ведь благодаря урокам истории мы знаем, как тяжело жить в военное время, и особенно ценим мир. Ну что ж, дорогие наши телезрители, прямо сейчас рубрика «Брещина-партизанская» расскажет о том, как нелегко жилось партизанам в годы Великой Отечественной войны. И мы узнаем о лесной школе. Смотрим вместе. Ступая в ряды партизан, присягаю не сложить оружие до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена от захватчиков. Партизанская клятва, не раз подтвержденная боевыми делами. Страница истории народной борьбы с фашизмом в проекте «Брещина-партизанская». В крупных белорусских партизанских соединениях и бригадах, где часто вместе с бойцами проживали их семьи и семьи мирных жителей, необходимость обучения детей была очевидной. Так появились лесные школы. Первая в Беларуси система партизанского обучения внедрила у себя именно Брестская область. В Брестском партизанском соединении, размещенном в урочище Хованщина, такая школа объединила учеников начальных классов. Дети в этой школе учились очень хорошо. И кто закончил, например, на период освобождения, 44-й год, июль месяц, 12 июля наш район полностью был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И вот когда дети шли в 44-м году в школу, то первый класс закончил лесной школу, он шел во второй. То второй, тот в третий и так далее. И не оставляли на второй год, потому что они объем программы своей изучили и готовы были идти в следующий класс. Несмотря на трудности, создание школ в лесах шло полным ходом. Первыми подхватили призыв о создании школ для обучения детей в партизанских зонах комсомольцы Полесской области. Почин позже распространился в Минской, Пинской и других областях. Создание в тылу врага советских школ служило не только объединению и воспитанию детей, но и вселяло веру в людей в неизбежное изгнание гитлеровцев. Способов обучения письму в лесной партизанской школе было несколько. Традиционный перьевой ручкой на бумаге полностью зависел от наличия в партизанском соединении так называемых письменных принадлежностей. Захваченных у немцев трофеев часто не хватало. Для того, чтобы детям были чернила, значит, готовили особым способом. Кору дуба, кору ольхи варили, вываривали долго, потом добавляли ржавые гвозди. И, вы знаете, вот этот настой, он был такой красно-коричневого цвета, и очень хорошо им можно было писать. Это были такие чернила, партизанские чернила. Расписание занятий в лесной школе на Хованщине соответствовало учебному процессу в мирное время. Уроки по 45 минут, перемены по 10, большая перемена 20 минут. Школа работала только для начальных классов, и все ее ученики осваивали предметы на таком уровне, что уже в мирное время недостатков знаний для продолжения учебы они не испытывали. На уроках изучаются следующие предметы. Русский язык, арифметика, пение. Ребята выучили наизусть стихотворение. Взвелась ракета боевая. Ведут народы бой. Наша славная земля. Во внеурочное время проведены беседы о действиях партизан, о помощи населения партизанам, о героических действиях партизанки Тани, а также отработаны упражнения по гранатометанию, изучению устройства винтовки, тренировки с макетами стрелкового оружия. Именно в семейном лагере для лесной партизанской школы на Хованщине изобрели новый способ обучения письму. Ребята писали заостренной палочкой в песчаной тетради. Пусочек фанеры, расщеп стволик дерева, обшивали, получалась такая фанера с бортиками. Туда насыпался песочек, смачивался водичкой, и остро заточенной палочкой писали буквы и цифры. Когда уроки заканчивались, детки всыпали, у каждого был свой мешочек, всыпали в свой мешочек свой песок, тетрадку уложили в укромное место. И так до следующих занятий. В свободное от учебы время дети занимались общественно полезным трудом. Собирали ягоды, грибы, лесные травы, мох сфагнум, разводили свои небольшие огороды, чтобы освоить премудрости ведения домашнего хозяйства. Вместе со взрослыми ребята стойко переносили все тяготы военного быта, потому что знали, враг обязательно будет разбит. Все знают, что полноценный сон очень важен для человека, а его нарушение ведет к неблагоприятным последствиям. И кроме того, что недостаток сна активирует стрессовые реакции в нашем организме, его дефицит усиливает чувство голода, а это в свою очередь приводит к приеданию. Кстати говоря, в среднем недоспавший человек употребляет на 550 килокалорий больше нормы, что негативно сказывается как на его здоровье, так и на фигуре. Ну что ж, в таком случае вывод прост. Чтобы иметь хорошее крепкое здоровье, ну и, конечно, красивую фигуру, нужно восстанавливать силы во время сна и, конечно, регулярно заниматься спортом. Ну и далее самое актуальное в утренние часы рубрика «Утренний фитнес». Давайте заниматься вместе. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Катя. Сегодня мы потренируем с вами мышцы всего тела вариациями планок. Итак, для первого упражнения мы занимаем исходное положение планка с колен. Ладони под плечами, тело ровная линия. Мы опускаемся вниз, поднимаемся на прямые руки и тянем локоть назад, опускаемся снова. Поднимаемся и уже работаем другой рукой. Выполняем упражнение 30 секунд. Работают не только мышцы живота, сохраняя стабильность нашего тела, но и мышцы рук. Тогда мы тянем локоть назад и включаем мышцы спины. Итого, за минимум времени мы прорабатываем максимум мышц. Старайтесь таз держать на одном месте. Живот подтянут. Ребра как будто бы заправляем в штаны. Последние повторения. Не сдаемся. Закончили. Итак, для второго движения мы занимаем тоже исходное положение. Ладони под плечами. И работаем 30 секунд. Ладонь кладем на поясницу, то одну, то другую поочередно. Ваша задача держать тело в пространстве на одном месте. Работаем 30 секунд. Остаемся в опоре на одну руку. И сильно не спешите. Взгляд в пол. Помните, что тело ровная линия. Руки сильные, живот сильный. Вы только попробуйте. Все, тело работает. Еще немного. Три, два, один. Закончили. И для третьего упражнения мы занимаем исходное положение. Боковая планка. С коленой нижняя нога согнута. Опора в голень. Верхняя ладонь. Нога и рука вытянута. На выдохе соединяем локоть с коленом. Выдох. Выдох. Правая сторона тела сильная. Локоть под плечевым суставом. Давайте сделаем по 15 секунд. Взгляд вперед. Улыбаемся. И не сдаемся. Три, два, один. Закончили. И на другую сторону так же. Исходное положение. Смотрите, чтобы локоть был под плечом. Рука и нога прямые. И работаем. Выдох. Выдох. Тело ровная линия. Предплечье и голень. Погружаем в пол. Мышцы живота сильные. Чувствуете их работу. Выдох. 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 Три, два, один. Закончили. Вы большие молодцы. Я всем желаю хорошего настроения. Удачного дня. Счастливо. Интересный факт, друзья. Чем чаще мы улыбаемся, тем счастливее становимся. И да, действительно, давно доказано, что люди, которые часто улыбаются и смеются, отличаются своим долголетием. Это связано именно с тем, что улыбка улучшает циркуляцию кислорода и нормализует артериальное давление. Друзья, так что берите себе на заметку. Кроме этого, улыбчивые люди всегда производят хорошее впечатление, вызывают большее доверие и кажутся более дружелюбными. Так что, Яна, давай дружелюбно и с улыбкой смотреть прогноз погоды. И, возможно, именно сегодня погода нам улыбнется в ответ. Прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, еще раз доброе утро, дорогие наши телезрители. На календаре 22 ноября. Сегодня пятница. И сегодня, как всегда, в пятничном выпуске много сюрпризов и интересных новостей от нас. Вот, кстати, мы напоминаем, что в Брестском академическом театре драмы набирают обороты в 81-й театральный сезон. И в конце ноября публике представят новую премьеру. Это спектакль «Достоевский.игрок». Буквально вчера у нас в гостях были, собственно, гости. Режиссер-постановщик спектакля Евгения Тодорова. Она приехала из Москвы, чтобы сделать именно этот спектакль. И исполнители главных ролей. И самое важное, что они пришли вчера не с пустыми руками, а принесли небольшой подарок для наших телезрителей. И сегодня, в пятничном выпуске, традиционно, мы его разыгрываем. Да, и получается так, что кто-то из наших утренних телезрителей сегодня сможет стать обладателем этого прекрасного подарка. Ну и, конечно же, не просто так. Для того, чтобы получить два пригласительных на премьерный показ спектакля, который, кстати, пройдет 28 ноября, нужно было ответить на заготовленный ранее вопрос, который подготовили наши гости. Вопрос был действительно, с одной стороны, легкий, с другой стороны, немножечко уже непростой, потому что в интернете так просто найти ответ правильный, сложновато. Вопрос следующий. Кто по профессии был Астлей, то есть один из персонажей и героев данной постановки. Ну и у нас пришло очень много ответов. Мы, в принципе, готовы подвести некий итог и рассказать о том, какому человеку, какому нашему телезрителю достанутся этих два пригласительных именно на данную постановку в первый день, 28 ноября, потому что 30-го будет еще разочек повторен данный спектакль. Итак, друзья, ответов было много. Огромное спасибо за вашу, ну прям не то чтобы сумасшедшую, но прям за серьезную активность. Ну и многие отвечали, к сожалению, неправильно. Они писали бизнесмен. Отчасти это верно, но мы все-таки хотели углубиться именно в специфику работы «Астрия». И вот у нас много правильных ответов. Правильный ответ – Сахаровар. Он, собственно, был, наверное, коллегой нашего жабинковского сахарного завода. Вот руководители тоже делали сахар. И правильный ответ у нас первый прислала Ольга. Последние четыре цифры – 57-22. Ольга, мы вас поздравляем. Вы 28-го числа ничего не планируете, а идете на премьерный показ прекрасного спектакля в постановке московского режиссера Евгении Тодоровой с исполнительским искусством наших прекрасных, замечательных артистов Брестского академического театра, драмы. Поэтому планируйте этот вечер. Эти два пригласительных уже ваши. Ну что ж, Ольга, мы еще раз вас поздравляем. Ну и, конечно, движемся далее, потому что прямо сейчас в программе «Утренний эспрессо» будет обзор печатных новостей первого региона. Смотрим вместе. Ряд наград привезли пинчоне с республиканского смотра качества хлебопулочных и кондитерских изделий «Смокота». В их числе золотая медаль и гран-при второй степени. С лучшими образцами знакомит еженедельник. В Музее Белорусского Полесья состоялся вернисаж талантливой художницы Светланы Ноздрин-Плотницкой. Экспозиция под названием «Родовод» посвящена памяти ее отца. Она включает 36 картин, а также авторский проект «Инсталляцию», который состоит из семи чемоданов мультимедийного ностальгического фильма с фотоархивом разных времен и авторов «Делица газета». В Пинске в очередной раз задержали несовершеннолетнего наркокурьера. Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 328. Минимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Корреспондент Пинского «Вестника» вместе с компетентными лицами рассуждает, почему подростки становятся расходным материалом для организаторов интернет-наркомаркетов и можно ли этого избежать. В чем секрет долголетия? Этот вопрос юные корреспонденты новинка Минетчины задали одной из долгожительниц деревни Пищатка. В 2025 году Нине Степановне Скибук исполнится 90 лет. О ее непростом жизненном пути читайте в номере за 23 ноября. В рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Ивановщину посетил председатель облсполкома Петр Пархомчук. Подробнее о его визите рассказывает Яновский край. О чем прочитать узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо»? А сегодня мы с ним поменялись рубашками. Вы знали и молчали? Что у вас в руке? Чайник с водой. Даааа. Мы попросили. Детективный сериал «Свидетели». Смотрите по будням в 15.55 на Беларусь 4 Брест. Семейные праздники призваны укреплять связь между поколениями, сближать родственников и, что немаловажно, участвовать в формировании личности детей. И одним из таких праздников является День сыновей, который отмечается именно сегодня. В отличие от других известных семейных праздников, таких как День матери, День отца, история Дня сыновей окутана тайной. Лишь в 2021 году этот праздник стал известен в нашей стране. Ну что ж, четких традиций у этого праздника нет. Сегодня родители и сыновья могут обменяться подарками, организовать семейный ужин или провести время за просмотром любимых фильмов вместе. Еще больше рекомендаций, как провести День сегодняшний, узнаем от звезд. Смотрим гороскоп. Овен. Вас ждет большая победа. Сможете завершить важное дело, которое в последнее время не давало покоя. Время затишья можно с чистой совестью посвятить просмотру фильмов или хобби. Телец. День принесет разочарование. Кто-то поступит вовсе не так, как вы рассчитывали. Важно понимать, что никто не обязан быть таким, как хочется нам. Справиться с неприятным осадком поможет лишь терпение. Близнецы. Будете пребывать в романтическом настроении. Самое время улучшить семейные отношения или обзавестись приятным знакомством. Романтика и никакой работы. Вот формула отличного дня. Рак. Решите трудиться больше, чем другие. Звезды одобряют. Это поможет стать лучшими в своем деле. Вечером с чистой совестью захочется отдохнуть и не переживать. Лев. Станете главными счастливчиками. Может исполниться заветное желание. Это большая редкость. Разделите радость с близкими, предложив им приятно провести время. Дева. Потратите силы на решение проблем семьи. Они, вероятно, заставят внести коррективы в запланированные дела. Не жалейте добрых слов и простой поддержки для тех, кто попросит о помощи. Весы. Проживете один из самых замечательных дней. Желания будут исполняться, а с окружающими легко найдете точки соприкосновения. Захочется приблизиться к своей самой заветной мечте. Скорпион. Вам улыбнется большая финансовая удача. Вероятны поступления, на которые даже не рассчитывали. Это поднимет боевой дух и поможет уже сейчас начать планировать новогодние праздники. Стрелец. Вам можно только посочувствовать. Вероятно, узнаете о подлости, которую сделали за спиной недоброжелатели. Это придется принять и жить дальше. Козирог. Первая половина дня принесет неожиданные хлопоты. Планы на отдых придется поменять. Не останется и выбора, ведь отказ больно ударит по репутации, а это очень важно для вас. Водолей. Можно выдохнуть и спокойно осознать, что черная полоса закончилась. Уже завтра, уверяют светило, дела пойдут на лад. Многие проблемы разрешатся сами собой. Рыбы. Невероятно повезет тем, кто решит провести день за пределами дома в новой и непривычной обстановке. Реальность меняется. Все больше людей выбирают профессии, связанные именно с современными технологиями. Взрослым немного сложнее, а вот дети осваивают это направление легко и непринужденно. Как обучиться профессиям будущего, будучи еще в школе, расскажут наши гости. Сегодня у нас в гостях Сергей Ханцевич, заместитель директора IT-школы MyIT, и Антон Семенченко, технический директор IT-компании Альфа-Алгоритм. Да, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите вообще в принципе про сферу IT. Какие сейчас профессии в этом направлении являются наиболее востребованными? Хороший вопрос. На самом деле все профессии нужны, все профессии важны. И как в химии реакции идут не по избытку, а по недостатку. Поэтому нужны абсолютно весь спектр специалистов. Поэтому каждый при желании найдет себе профессию по душе. Другой вопрос, что существует некая, скажем, дисгармония рынка труда, когда каких-то специальностей временно не хватает. Но я бы ни в коем случае на это не ориентировался, потому что вот подобные колебания, они сглаживаются за год, за два, пусть за пять лет этот тренд сглаживается. А вы связываете профессию всерьез, надолго, на всю жизнь. Поэтому лучше выберите по душе то, что нравится, оно всегда будет востребовано. Приведу загадочный пример. Есть такой язык Кабол. Он был создан еще в 60-е годы для экономических транзакций. экономических приложений. И вы не поверите. Сейчас на нем до сих пор написано так много ПО, что отказаться от него физически невозможно. Если говорить о Западе, то это один из самых востребованных и высокооплачиваемых языков. Просто потому, что те топовые специалисты, которые его использовали, просто уходят на пенсию. Они не готовы работать уже ни за какие деньги. Все, хватит, дайте отдохнуть. И даже у нас в стране все транзакции на самом низком уровне идут все равно через проприетарное программное обеспечение, которое работает много десятилетий и зачастую написано на Каболе. Поэтому, когда кто-то считает, что вот он сейчас выучит что-то и его здание потеряет актуальность. Нет, это не так. А эти сферы одновременно и очень динамичны, и тем не менее очень преемственны. Вот Антон рассказывал, рассказывал. И я вот словил себя на мысли, что из-за того, что он рассказывает, я понял только слово ПО. Это в силу, наверное, гуманитария. Но на самом деле действительно профессий очень много. Сергей, расскажите, какие профессии, если хотя бы их как-то назвать, потому что мы, может быть, не очень сильно ориентируемся, как наши телезрители. Какие вообще бывают профессии? В IT профессий на самом деле очень много. И надо понимать, что процесс разработки программного обеспечения, создания какого-то продукта, будь то это веб-сайт компании, интернет-магазин, либо приложение для такси, принцип производства этого программного обеспечения, он очень схож с производством любого другого продукта, будь то холодильник или газовая плита. И, соответственно, в этом процессе участвует много людей и много людей разных профессий. Важно отметить, что большинство людей считает и тесно связывает это магическое слово IT, информационные технологии, с тем, что там работают одни программисты. Ну да, вообще такое мнение есть, мне кажется. Это такая профессионалка. Это да, это такое ограниченное убеждение, можно сказать, потому что на самом деле профессий, кроме программистов, достаточно много. Это и тестировщики, которые тестируют конечный продукт и делают это на разных этапах разработки программного обеспечения. Это и дизайнеры. Казалось бы, дизайнер профессия не совсем IT-профессия, но, опять же, это одна из ключевых профессий в разработке программного обеспечения в этом всем большом, ну, достаточно сложном процессе. Хорошо, но вот у вас в школе какие профессии именно там, к чему вы обучаете ребят? Я так понимаю, что по большому счету есть же преемственность обучения, и потом уже плавный потихонечку-то переход с ростом компетенции, наверное, сотрудников уже в IT-компании, например, как в компанию Антона. Расскажите, каких вот именно направлений вы обучаете и как происходит обучение в целом? Вообще, проектное обучение. У нас проектное обучение. Что это значит? Это значит, что человек, когда приходит и начинает заниматься, он должен освоить некую базу. Базу он осваивает по одному из выбранных направлений. Направление, которое подходит для новичка. Определиться с тем, какое направление мы выбрать, помогаем мы, потому что все люди, которые к нам приходят учиться, они проходят собеседование. Это важный момент. Во-первых, мы рассказываем, какие есть профессии, что не одни программисты. Во-вторых, мы тестируем уровень компетенции, как это не банально бы прозвучало, владения компьютером. Есть сложности у большинства людей в базовых навыках владения компьютером. Приведу такой пример из жизни. Знакомая моего сына, которая тоже поступила в этом году в университет, она учится в Минске, тоже IT-специальность. Она, для понимания, сдала ЦТ на порядка 385 баллов из 400. То есть она умничка, хорошо, прекрасно знает математику, но она сама отмечает, что учиться ей сложно именно в профильных предметах. То, что связано с компьютером, с программированием. Потому что для того, чтобы в 11 классе сделать презентацию, она просила, мама, открой мне PowerPoint, мам, сохрани мне на флешку. И она только в 11 классе научилась создавать папки на диске D. Поэтому мы все-таки живем в эпоху пятого технологического уклада, когда основной упор делается не на повышение производительности, а именно на информационные технологии, которые будут позволять оптимально управлять производствами. Поэтому я говорю к тому, что базовые навыки работы за компьютером, они важны в любой сфере, не обязательно только в IT-сфере. Так вот, если возвращаться к IT, то после того, как человек прошел собеседование и выбрал то направление, которое, на его взгляд, было бы ему максимально интересно, он получает базу в рамках 9-месячного курса и далее они начинают создавать свой проект. То есть, пока мы к проектам еще и коснемся, но сам процесс обучения, как он проходит занятие, а не в онлайне, в оффлайне, как-то вы собираетесь, каким образом именно сама методика преподавания? Мы занимаемся с 2019 года в онлайне, но определенные события... Это вот примерно так, как занятия происходят? Да, так проходят занятия, значит, все друг друга видят, слышат, то есть, пожалуйста, видно, что дети проявляют творчество, да, кто-то одевает себе маску, очки. Но живое общение, это живое общение, и это общение позволяет заниматься из любой точки мира, то есть нам не нужно иметь филиал в Кобрине или в каком-то другом районном городе небольшом, потому что первая сложность — это найти хорошего специалиста, который будет проводить качественные занятия, да, потому что все-таки у нас акцент сделан именно на IT-компетенции, поэтому все преподаватели у нас из IT-сферы. Это вот тоже часть занятия, я так понимаю, что... Ну, это пример занятия по игровому движку Unreal Engine, это вторая ступень после курса 3D-моделирования, ну, все дети мечтают создавать игры. Ну, да, и взрослые тоже. И взрослые тоже, но большинство, конечно, играет в игры, но мы учим как раз процессу создания игры. Для понимания родителей это не процесс, когда дети просто праздно проводят время, это реальные технологии, востребованные технологии, и они применяются необязательно в производстве игр. А если посмотреть здесь, то это 3D-моделирование, насколько я понимаю, и это уже разрабатывается какой-то макет розеток, что-то или что, да? Да, да, это базовое начало, когда мы делаем какие-то простые вещи, ну, розетки, выключатели, телевизоры, и идем от простого к сложному. Потому что сразу создать игру наподобие GTA 5, это просто невозможно, это команда из тысяч людей должна работать. А вот, кстати, что касается времени, да, вот сначала от простого мы идем к сложному, сам процесс обучения, на сколько времени рассчитан, сколько детки у вас обучаются? Детки обучаются минимум 9 месяцев, это базовый курс. Как я уже сказал, основной упор сделан на получение основ профессий, поэтому есть базовый курс, и есть курсы, которые логически и технологически вытекают из базового. То есть, например, первый год обучения ребенок изучил программирование на языке Java, например. Второй год обучения, он понял, что ему нравится, у него получается. Он может заниматься, например, у нас мобильной разработкой, то есть созданием мобильных приложений на платформе Android, но используя уже свои знания, которые он получил по языку программирования Java. То же самое и с 3D, то, что мы видели, когда человек научился создавать свои модели, он может осваивать следующие технологии, игровой движок Unreal Engine, и там создавать свои миры. Как я уже сказал, это не только игры, потому что родители многие хотят отучить детей от гаджетов, и многие, кстати, родители думают, что если ребенок сидит в гаджете, то он уже хакер по умолчанию, и вся компьютерная грамотность у него уже в кармане далеко не так. Поэтому технология та же Unreal Engine, она используется и в том числе в производстве кино. Даже можно создавать дизайны интерьеров, в которых девочки в виртуальной реальности можно походить по своему будущему дому или квартире. Ну вот, хотелось бы к нашим телезрителям обратиться. Уважаемый телезритель, мы работаем в прямом эфире, и вот очень важно, если у вас появляется какой-то вопрос по ходу нашей беседы с нашими гостями, не стесняйтесь, просто высылайте свой вопрос на наш номер в Вайбере 821-55-55, и мы обязательно постараемся задать ваш вопрос, и получите очень быстро ответ. Поэтому не стесняйтесь, пишите номер Вайбере 821-55-55. Вот, кстати, Андрей, у меня возник вопрос. Пока ты говорил о том, что можно задавать интересующие нас вопросы. Вопрос следующий. Вот есть такая установка, что для того, чтобы заниматься вообще, в принципе, программным обеспечением, нужно какое-то специальное оборудование, и оно должно быть серьезным. Это здорово, что есть такая возможность у детей заниматься с любой точки. Вот что касается непосредственно гаджетов, которые нужно использовать, правда ли, что нужно закупать вот что-то, какое-то дорогостоящее оборудование родителям? Можно я позволю, да, рассказать, потому что я также преподаю, я преподаю в Белорусском государственном университете, как приглашенный преподаватель в целом ряде других вузов, в том числе европейских, и регулярно сталкиваюсь с этой проблемой, что родители покупают очень дорогое железо, очень дорогие, не знаю, последний Apple обязательно нужен, чтобы изучить основы программирования. Это не так, я всем привожу в пример. Для того, чтобы начать работать, достаточно любого железа. Вот есть компании, которые продают с гарантией БУ железо. Скажу честно, мой ноутбук стоит 200 долларов, за которым я работаю. Да, есть сервер, который будет стоить там бесконечно дорого, безусловно. Ну вот решать базовые задачи, в том числе преподавать онлайн и решать задачи, которые решает молодежь, да, учебный, вот для обучения, для старта достаточно самого дешевого оборудования. Поэтому в данном случае я тоже даже детям привожу пример. Ну смотрите, вот так вы просто, ну хорошо, вы в школу его принесли, или на первый курс вуза принесли, три громких вздоха, ахо, какой у тебя компьютер, и на этом все закончилось. Вы же за эти деньги можете позволить путешествие практически любого масштаба. И насколько это расширит ваш кругозор в этом возрасте, где угодно, объехать всю Беларусь, объехать всю Россию, СНГ, выехать в Европу, ну за пару тысяч долларов, которые стоит вот новый топовый компьютер, который, конечно же, родители хотят, значит, порадовать ребенка и инвестировать в его светлое будущее. Лучше посмотрите мир, вот поездите. А железо достаточно абсолютно любое. Поэтому вот бояться этого не надо. Родителям не нужно думать, что нужно брать кредит, как-то, значит, вот готовиться к таким серьезным инвестициям. Ни в коем случае. Мне кажется, родители готовят собирать справки за шесть месяцев, да? Да, 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 о доходах. Ну действительно, потому что я порой вижу железо, у меня аж скупая слеза идет. Но я готов работать за настолько дорогим оборудованием только за счет заказчика. Ну всего есть своя цена, я не готов переплачивать ради красивой упаковки такие деньги. Поэтому нет, вот всем советую присматриваться даже не к новым АБУ-моделям. Не переплачивайте, лучше в образование, в путешествии инвестируйте, в расширение кругозора. Это в тысячу раз полезнее, в том числе для эти сферы. Да. Вот пишут наши телезрители, в частности телезрители Андреи, с какого возраста можно обучать? Дети вообще в целом обучаются. Это какой-то определенный возраст, либо это разные возраста могут быть? Да, спасибо за вопрос. Вообще мы обучаем ребят с 12 лет. В 12 лет есть уже определенная база, в том числе и по математике, если человек хочет изучать программирование. Потому что математика и программирование, они неразрывно взаимосвязаны, конечно же. Поэтому в 12 лет соговорка того, что у человека есть уже навыки владения компьютером. А есть требования семерочка по математике или восьмерка? Вот как-то вот эти моменты вы предъявляете, бывает? Нет, мы вот этих требований по уровню рейтинга дневника мы не предъявляем. Потому что на самом деле не всегда же оценки, мы понимаем как родители, да, многие, что они отражают реальную суть знаний. Но что самое важное и устремленности ребенка. Потому что, как говорит народная мудрость, без чего не сваришь кашу. И все начинают перечислять без воды, без крупы, без котелка. Без топора, я что-то подумал сейчас. Без топора. Но без целеустремленности. Без железа. Да, без целеустремленности кашу нельзя сварить. Потому что, и это как раз к дополнению ответ на вопрос Антона, что вначале нужно посмотреть, да, если у ребенка получается, можно прикупить более дорогое железо. Потому что те же программы для работы с компьютерной графикой, с 3D-моделированием, они более ресурсоемкие, более требовательные. Поэтому все решается тестированием. Если видно, что есть результат, мы тогда будем инвестировать в ребенка. Но я так понимаю, что ребенок ребенком, но вот ездишь наверняка, там кто-то приходит в 12 лет в группу, кто-то в 13, кто-то в 14, возможно, есть даже взрослые, ну, может быть, они отдельно идут, но тоже разных возрастов. Как это происходит? Конечно же, мы стараемся детей, группы детей формировать по возрасту. Это в любом случае. Потому что человек в 12 лет и в 15 лет это по уровню развития совершенно два разных человека. Поэтому если в 12 лет хочется поиграть, хочется на Пайтоне сделать змейку, то в 15 лет человек начинает задумываться, ну, во всяком случае, не все, но многие уже начинают задумываться о том, а что я буду делать дальше в жизни. И хорошо, когда человек понимает, что ему нужно будет как-то зарабатывать в дальнейшем, и почему бы не попробовать себя именно в сфере информационных технологий. Если брать по хронологии событий, связанных с обучением, то я так понимаю, что в рамках обучения в целом, ну, не считая только вот первый курс, например, базовый, а, собственно, весь период и весь цикл, за период обучения ребята делают работы свои дипломные, заканчивая каждый этап своими какими-то выпускными работами. И если взять, то первый этап, это получается 3D-моделирование. Я так понимаю, что там есть какой-то вот именно финальный дипломный проект условно, который они должны сделать и, соответственно, продемонстрировать свое мастерство и ту сферу знаний, которую они освоили. Дальше они, возможно, уходят на стажировки, я так понимаю, что в компанию к Антону, правильно или нет? С этого года мы начали прорабатывать вопрос именно применения полученных знаний на практике. Но это не говорит о том, что ребенок пришел в 13 лет, прошел курс программирования и попал на стажировку. Так не бывает. И IT-сфера, она, конечно же, имеет свои волшебные плюшки, но это не магическая какая-то сфера, там, где прям все получается по щелчку пальцев. Это сфера, в которой постоянно нужно развиваться, в которой нужно учиться и работать. Поэтому мы можем вести речь о стажировке после какого-то периода, ну, как правило, это примерно года три. Когда человек изучил программирование, когда человек освоил, например, мобильную разработку, он оброс знаниями по технологиям сопутствующим, тогда, да, он уже будет готов выполнять какие-то реальные задачи, реальные проекты. Вот именно про проекты. У нас сегодня есть возможность посмотреть на работы ребят. Может быть, похвастаетесь? Расскажите нам, чем ребята занимаются непосредственно на своих занятиях. Да, с удовольствием. Значит, ну, самые, конечно, такие визуально понятные работы — это работы, связанные с 3D-моделированием и игровым движком Unreal Engine. То, что мы сейчас видим на экране, это просто видео. По сути, вот этот проект полностью смоделирован руками ученика. Это работа одного человека. Все модели созданы. То есть модели он нарисовал картинку, он сделал, как это, объемность передал. Объемные модели. И, соответственно, все ходы вот эти вот прописал. Да, то есть, по сути, это сцена, в которой мы, как на компьютере, используя мышку и клавиатуру, можем как в игре двигаться. Вот. Но для того, чтобы это было просто визуально понятно, мы попросим всегда учеников снять видео. Там есть возможность выставить камеры, задать траектории движения и снять кино. Ну вот давайте попытаемся еще посмотреть пару работ, ребята, потому что у нас вызывает это колоссальный интерес. Это тоже вот... Вот обладая такими уже навыками, когда ребята делают такие вещи, уже можно на таком уровне идти на стажировку? Можно либо идти на стажировку, либо же можно работать на фрилансе. Я приведу пример. Даже так, да? Да, я приведу пример, когда у нас парень из Кобрина после прохождения курса 3D-моделирования познакомился с художницей, которая рисует и продает картины. И, соответственно, он для нее элементы интерьера моделировал. В этот интерьер он помещал картину, которая продается, получали красивые рендеры, красивые картинки, и это помогало художнице продавать ее картины. И парень, учась в 10-м классе, он уже мог зарабатывать себе достаточно... То есть главная цель, то, о чем вы говорите изначально. Совершенно верно. Есть еще у нас несколько примеров работ, можно попытаться их прокомментировать, рассказать о том, вот... Ух ты, даже как будто это какая-то реальная картинка, не похоже, что это визуализация. То есть здесь видно, что человек уже не 9 месяцев провел на обучение, а года 2,5-3, я так понимаю, правильно? Ну, 2 года, да, потому что первый год мы осваиваем 3D-моделирование на базе профессиональной программы 3D Studio Max. Второй год мы изучаем технологию Unreal Engine. Прям блики вот эти вот на сосульках, все прописано. Чем больше человек приложил усилия, тем более реалистично... Больше внимания к деталям. И тоже со своей стороны хочу подчеркнуть, что программирование игр, просто это как частный случай, это может быть как классическое программирование низкоуровня, в том числе на старых языках, типа CC++, если это ядро. А с другой стороны, это и вот подобные задачи, то есть и 3D-моделирование, и в рамках этого 3D-моделирования, не занимаясь там набором именно кода в классическом понимании, а используя пункты меню, добавляя так называемые коллайдеры, задавая условия и прочее, ты тоже можешь писать игру. И, как правило, настоящий сложный проект включает в себя задачи, как вот этой низкоуровневого классического высоконагруженного программирования, так и того, что мы сегодня продемонстрировали. Демонстрировали. Это просто к тому, что все профессии нужны, и как не может быть больницы, в которой не хватает хотя бы одного врача. Это уже не больница, да. Точно так же не может быть команды, где вот не хватает кого-то. Поэтому каждый найдет себе задачу по душе. И тут важно еще понимать то, что освоив эти технологии, не обязательно свои знания, умение применять именно в IT-сфере. Освоив 3D-моделирование, можно работать в рекламе, можно работать с дизайнером, с дизайном интерьера, можно работать с архитектурными проектами. То есть эти технологии, они универсальны. А по поводу игрушек, вот ребята создают, по большому счету, саму игру. Делают, наверное, иногда на шаблонах. Вот тоже у нас есть примеры. Давайте посмотрим, прокомментируйте, расскажите о них более подробно. Это что-то такое военизированное. Ну, да, естественно, все любят играть, и все любят шутеры, стрелялки. Значит, понятно, что здесь, скорее всего, ученик брал за референ, за образец, ну, возможно, какой-то сюжет. Что-то известное, да. Да, что-то известное. Но, опять же, это вот пример того, что игра от первого-второго лица, вот с помощью игрового движка, она может быть создана. Но это тоже работа человек, который отучился, как бы, 2 года, 2 года, после 2 лет. У меня возникает попутно вопрос с этими работами. Очень большое количество объявлений, пройди курс за 2 месяца, и получишь сразу конфетку. Насколько это все-таки, ну, правда ли, либо неправда? Если я смотрю, что здесь есть работа 2 года, то когда человек, вот, который это сделал, да, ваш студент, когда он смог это сделать, вот, когда пришла та база, когда он смог приступить к такому проекту? Как я уже говорил, да, есть базовые направления, по которым человек может пойти с нуля. Есть уже продолжение вот этих базовых направлений. Соответственно, да, вот достичь такого уровня можно после 2 лет обучения. То есть, фактически, это как любой наш дипломный проект, который мы демонстрируем на выпуске. И это неважно, взрослый человек, либо это ребенок. Да, совершенно верно. Детям немножко проще, потому что у них больше свободного времени. У взрослых семья, дети, работа, и зачастую многие бросают обучение только по вот этим причинам, к сожалению. У кого-то получается, но... Как называется, социальные якоря. Да, совершенно верно. И когда человек идет на обучение, он должен понимать, что нужно будет просто вкалывать. Просто вкалывать. Поэтому все работы — это финал. То есть, есть точка А, и есть финальная точка. И любой человек должен понимать и видеть результат своей работы. Что я не просто получил восьмерку или десятку. Вот, это я сделал своими собственными руками. Поэтому каждый год у нас проводятся выпускные. Ребята демонстрируют... Кстати, говоря по поводу выпускных, еще есть несколько примеров работы. Вот по поводу хронологии. Каждый год это как? Получается, они курс заканчивают, потом выпускной, и опять курс? Да. То есть, базовый курс есть, проект выпускной. Следующий курс тоже самое есть. Ну вот, собственно, такая атмосфера царит на выпускном. Я так понимаю, что это такая своеобразная линейка. Ну, аналогия, да? Аналогия линейки, да. ИТ-линейка такая. Приезжают к нам из разных городов Беларуси. Мы работаем по всей Беларуси. Онлайн технологии позволяют нам это делать. Поэтому ребята с удовольствием демонстрируют свои проекты. Мы никого, вот честно, мы никого не заставляем, никого не тянем. Вот ты у нас отличник, ты будешь у нас демонстрировать проект. Абсолютно все по желанию. Ну вот такая вот прекрасная атмосфера. Я смотрю, что ребята... И причем эти ребята, они обучались в онлайне, я так понимаю. Что они, в принципе, вживую виделись мало. Не так, чтобы они встречались каждый день. Но вот за счет именно оффлайн выпускного они знакомятся, начинают общаться более тесно, наверное, и взаимодействовать уже, ну как это, более по-человечески, что ли. Ну, у них вообще общение идет не только на занятии. У них есть чаты. Там есть преподаватель в каждом чате. И во внеурочное время у них есть возможность и задать вопросы преподавателю, и пообщаться, организовать там себе даже онлайн какую-то игру или какое-то мероприятие, да, пообщаться между собой в неформальной обстановке. Это, наоборот, только приветствуется. Потому что важен коллектив, важна команда. Это очень важно. У нас есть еще несколько примеров работ. Давайте тоже попытаемся посмотреть, прокомментировать. Антон прокомментирует с точки зрения, как человека, который нанимает такого рода людей. А я, если можно, Андрей, закончу ответ на вопрос о том, что за два месяца пройдя курс, да, значит, это не самый парадоксальный момент за два месяца. Есть предложения на рынке, когда обещают за два месяца научить ребенка... Вот так вот работать? Нет, они не показывают, как. Они обещают, что они будут 5,5 тысяч долларов зарабатывать. А, ну, деньгами, да. Вот эти вот работы прям космос, честно говоря. Вот эта вот работа... Кстати говоря, работа мальчика и девочка отличается по стилистике? Это девочка, да? Это девочка. Мне кажется, в этом плане... Ну, это уже мальчик, да? Да, конечно. Вот. А почему как-то выбирают собственные сюжеты, которые ближе все-таки, ребята, или как? Мы не ограничиваем детей в творчестве. Каждый выбирает тот сюжет и ту тему, которая ему близка. То есть это может быть футуристическая космическая станция или дизайн интерьера кухни. То есть если тебе это нравится, пожалуйста. Антон, более детально хотелось бы немножко разобраться с точки зрения стажировок. Вот ребята отучились три года и, соответственно, приходят к вам в компанию на стажировку. Чем они там занимаются? Хороший вопрос. Важно понимать, что это всегда командная работа. То есть один в поле не воин. Это команды, порой большие команды. На просто, да, общение, на синхронизацию наших усилий, чтобы мы шли в ногу, требуется некоторое время. Соответственно, нельзя участвовать в стажировке там два часа в день. Или как-то нестабильно. Вот я три дня участвую, очень плотно, остальное время не участвую. Это опять же вопрос к стажировке взрослых, да, которые заняты базовыми потребностями. Да, то есть здесь важно понимать, что это имитация работы, что это обязательно работа в относительно большом коллективе, что это синхронизация усилий. А значит, человек должен к этому быть морально готов. И физически, если это взрослый человек, он должен понимать, что на этот период, и там, не знаю, жена берет на себя все заботы о детях, о быте, а он, да, каждый вечер, вот там, не знаю, шести часов, как штык, до позднего вечера занимается. Потому что бывают стажировки, вот у меня сейчас, да, был длительный проект почти годовой, мы вообще начинали в восемь вечера и заканчивали в двенадцать ночи, в два ночи. Просто, чтобы люди могли успевать, вот им было так удобней, опять же, вся работа шла онлайн, поэтому еще разница в часовых поясах была, поэтому вот такая работа. Но все равно, то есть важно понимать, что это регулярно, в идеале ежедневно, и это, ну, какое-то минимальное время, потому что иначе мы будем просто собираться, синхронизировали усилия, на это ушел час, на какой-то созвон обсуждения еще, и разошлись. Это уже клуб по интересам, это не стажировка, поэтому это самое главное. А остальное, это уже технические детали, зависит от проекта, от задач, но самое главное, это погрузиться именно в промышленную разработку, да, это как в любой, как в любом деле, да, вот погрузиться в завод, в производство, в реальную стройку, да, то, что ты сделал табуретку на трудах, это совсем не то же самое, даже великолепно, да, что ты пришел на реальное производство и увидел, как там на потоке делаются. И делаются по 6 табуреток в день. Да, 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 это совсем разные вещи. И вот здесь задача именно погрузить людей, потому что чисто технически, как правило, ребята готовы. Ты дошлифовываешь немножко, не более того. А вот здесь важно научиться именно промышленной работе, это самое главное. И здесь как бы ничего сложного нет, люди справляются постоянно, регулярно, разного возраста, пола, там, вот разных профессий, приходят в том числе и совершенно гуманитарных, там, не знаю, скрипач, но вот точно не математик, да, 100%. Мне кажется, сейчас вот те скрипачи, которых я знаю, они сказали, ай-яй-яй-яй-яй, потому что, ну, вот именно скрипачи, особенно музыканты, у них математика, у них своя. У них своя, да. Но, скажем так, они все-таки мыслят люди вот настолько погруженные в искусство, все-таки совсем другими категории, да, нежели инженеры. Да, им сложнее, они должны перейти, мыслить на новые рельсы. Ну, даже у них все получается, поэтому здесь просто главное понимать, что ты должен быть готов вот инвестировать время. Чудес не бывает. Сергей, Антон, огромное спасибо за то, что этим утром вы пришли к нам, и у нас, ну, у нас есть такая возможность обратиться к нашим телезрителям, возможно, пригласить на обучение, ну, и, соответственно, каким-то образом смотивировать, возможно, тех, кто давно думал об этом, но до сих пор не решился. Я хочу в первую очередь обратиться к родителям, к родителям детей, подростков, и обратить их внимание на то, чтобы они тщательно выбирали и тщательно анализировали, чем занимаются их дети и куда они своих детей хотят отдать на IT-обучение. Потому что, как говорилось в рекламе, не все йогурты одинаково полезны, так и здесь не всегда, не в каждом учебном заведении могут быть какие-то ожидаемые результаты. Поэтому именно мы проводим тестирование детей, приглашаем и на тестирование, и на обучение. Зачастую родители не знают, чем занимаются их дети, в плане того, какие результаты обучения у них должны быть. Мы абсолютно честно и открыто проведем тестирование и покажем все узкие места, плюсы, минусы. Вы будете знать, на каком уровне в IT находятся ваши дети, насколько можно войти в IT, какой уровень у человека. Поэтому у нас проходит дополнительный набор, мы с января будем запускать еще несколько потоков обучения, приглашаем всех. А куда можно обратиться? Скажите, куда приходить, куда обращаться, где вас найти? Нас найти можно в интернете, естественно, на сайте myIT, ну от слова myit.by, myit.by, можно оставить заявку, можно позвонить нам по номеру МТС через 2937-5151. Наши специалисты квалифицированно вас проконсультируют, запишут на собеседование, консультацию, мы подберем для вас направление для обучения. Антон, от вас несколько мотивирующих слов, почему нужно идти в IT. Хочу сказать, что минимальный багаж знаний с каждым веком, с каждой эпохой растет. И на мой взгляд, то, что я вижу по самым разным специальностям, базовое знание IT, умение программировать, умение написать короткий скрипт для автоматизации своей работы, это становится минимальным багажом знаний, как устный счет. Вот это просто та база, без которой даже сходить в магазин почти невозможно. Поэтому дерзайте, это время точно не пропадет даром. Вы как минимум расширите свой кругозор и сможете применять эти знания в своей родной специальности. Потому что сейчас даже в медицине, я много работал с медицинским оборудованием, с медицинскими организациями, у тебя все равно автоматизация всех медпроцессов, у тебя сумасшедшие сложности программного обеспечения внутри любого томографа, любого аппарата УЗИ. Там есть возможности глубокой настройки. Поэтому вот, просто квалифицированный врач, сегодня по-настоящему квалифицированный, должен уметь и хорошо владеть базово, вот, да, какой-то, назовем это, компьютерной грамотностью и базовым написанием скриптов. И так по любой специальности. Поэтому дерзайте. Это прикладная вещь. Это не теоретическая физика. Не обдронный коллайдер. Вы точно справитесь. Просто кто-то быстро, легко и непринужденно, кто-то со скрипом, с трудом, там, через боль и кровь. Тем не менее, справятся все и получат результаты от своих знаний тоже. Это не некая теория, которую вы положите на полку. Это то, что вы обязательно будете применять, чем бы вы ни занимались. Поэтому дерзайте. И все получится. Только инвестируйте время. Все получится. Главное поставить цели, можно их достигать. Да, да. Огромное спасибо еще раз. Мы вам желаем успехов. Так что вы все-таки, ребята, приходили, обучались. И в любом случае, мне кажется, что это самое такое вот перспективное направление экономики нашей страны. Ну, все, собственно, мне кажется, в наших руках. Однозначно. Все в наших руках. Еще раз большое спасибо. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях были Сергей Ханцевич, заместитель директора IT-школы MyIT. И Антон Семенченко, технический директор IT-компании Альфа-Алгоритм. Далее у нас прогноз погоды. В первом регионе оставайтесь с нами на «Беларусь-4 Брест». «Беларусь-4 Брест». «Беларусь-4 Брест». Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, уже завтра, 23 ноября, в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина пройдет День открытых дверей. На мероприятие приглашены юные девушки и юноши, конечно же, со всех регионов Беларуси. Для молодых людей сделают презентацию специальностей и проведут ярмарку целевой подготовки, которая обещает порадовать всех гостей интерактивами. Также будет возможность пообщаться с деканами, преподавателями и студентами университета. Ты знаешь, Андрей, очень здорово, что проводят такие встречи подобного плана, ведь это хорошая возможность узнать обо всех особенностях вступительной кампании, ну и, конечно, ближе познакомиться с образовательным процессом. Ну, полностью с тобой согласен. Ну, а сейчас, друзья, предлагаем узнать актуальные новости из сферы экономики. Смотрим «Экономикс». 1 миллион 200 тысяч рублей. Такая сумма понадобилась Ивановскому Микосану для реализации проекта в рамках программы «Один район, один проект». Из них только шестая часть – собственные средства, остальная – кредитный ресурс. В том числе полмиллиона выделены решением облсполкома на основании президентского указа о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. Новый агрегат – самоходный опрыскиватель-разбрасыватель для внесения минеральных удобрений – добавился к традиционной линейке в прошлом году. Семь из восьми собранных машин используют хозяйство первого региона. Данная машина была разработана для того, чтобы в период весеннего бездорожья сделать подкормку растений, для того, чтобы пошла их активная фаза – рост. Данная машина может эксплуатироваться как с опрыскивателем, так и с разбрасывателем. В этом году планируют собрать 15 таких агрегатов. Параллельно ведется дальнейшее усовершенствование разработки, в первую очередь, в интересах потребителя. Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было проще снимать, устанавливать саму опрыскиватель, либо разбрасыватель вместо вот этого части. Вот это опрыскиватель, сюда это все снимается, становится разбрасыватель. И сама карданная система, которая отвечает за подачу жидкости на сам опрыскиватель. К слову, по условиям программы на предприятии создали 9 рабочих мест. В стране совершенствуют подходы к финансированию деятельности гостеатров. Об этом пишет Белта. Уже с 1 января проведение гастролей, создание новых постановок, оплата эксплуатационных расходов и коммунальных услуг, выплата зарплаты будут осуществляться на паритетной основе. 50 на 50 из собственных доходов учреждений и средств бюджета. Уточняется, что дополнительная господдержка предусмотрена на период проведения ремонта предоставлением театрам в безвозмездное пользование других помещений, которые находятся в государственной собственности. Также в это время за счет бюджета могут оплачиваться коммунальные услуги и транспорт, используемый для основной деятельности. Нижегородская область заинтересована в расширении сотрудничества с нашей страной. Об этом сообщает Белта. Речь о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, подписании соглашений в агропромышленной сфере. К слову, показатели неплохие уже сейчас. Как заявили Минсельхозпроди, в этом году отмечается рост отправок в данный российский регион, говядины, цельномолочки, картофеля и продуктов его переработки, томатов, сахара и напитков. Также по сравнению с аналогичным периодом 2023-го расширен ассортимент экспортных позиций за счет кондитерки, крахмала, макаронных изделий, пива, маргарина, уксуса и рапсового масла. Согласитесь, привлекательность – это очень сложный феномен. И внешность, хоть и очень значимый, но лишь один из ее факторов. Дело в том, что для оценки других людей мы подсознательно опираемся не только на зрение, но и на другие органы чувств. И есть два очень важных фактора, благодаря которым внешность может отойти на второй план. Хотя сами вы можете не обратить особого внимания, но именно голос и запах производят впечатление о человеке. Андрей, вот у меня к тебе вопрос. А на что ты в первую очередь смотришь при знакомстве с другим человеком? Ну я так думаю, вот сейчас тоже задавался этим вопросом, в силу своей профессиональной деятельности. Первое, на что я обращаю внимание, это на речь человека, на его тембр голоса, скорость, как он говорит, ну и, конечно же, лексикон. И вы знаете, это действительно именно так и работает. Ну что ж, друзья, программа «Утреннее эспрессо» движется далее. И рубрика «Люди о людях» прямо сейчас на ваших экранах. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. Наш зритель поделился тем, что очень любит читать негатив. Ну, преимущественно в новостной ленте. О чем это говорит? Желание читать негативные новости и вообще негатив вокруг уже имеет даже определенное название – думскроллинг. И оно вошло в нашу жизнь очень активно, когда случилась пандемия. И разные изменения экономически-политические в мире способствуют формированию вот этого думскроллинга. Что это значит? Это потребность постоянно читать какие-то новости, особенно негативного фактора. С чем оно связано? С тем, что человеку кажется, что если он будет первым узнавать о каких-то негативных новостях, он будет больше контролировать ситуацию. У нас заложено программой эволюционной то, что человек больше внимания фиксирует на негативной информации. Почему? Дабы выжить. Сейчас же ситуация, естественно, в корень изменилась, но эта ловушка мыслительная осталась. Какие еще есть ловушки? Человек больше фиксирует свое внимание на первой негативной новости. То есть первая негативная новость для него кажется как будто более правдивой. И тем самым далее, когда он ищет информацию, он как будто уже интуитивно находит подтверждение именно этой первой новостной какой-то негативной новости. Есть еще такие моменты, когда человек специально идет в новостную ленту и ищет негативную информацию. С чем это связано? С определенными депрессивными симптомами, тревожностью и так далее. То есть такой происходит замкнутый круг. Какую рекомендацию дадите? Как выходить из этого? Один из советов – это минимизировать источники. То есть не стараться быть везде и всюду, минимизировать. Второй момент – не читать один и тот же источник, где могут быть только негативные новости. Не забывать о том, что те, кто публикует эти негативные новости, они знают про эту самую психологическую ловушку, знают, что от природы мы больше фиксируем свое внимание на негативе. Ограничение во времени. Вот здесь, опять же, поставьте для себя такой регламент, что вы смотрите новости один раз в день или два раза в день, но не 24 на 7 со страхом, что вы что-то упустите. Банальный совет, но работающие. Больше спорта, активности, движения. Благодарю, Ольга. Благодарю за внимание, Юля. Вы знаете, друзья, обычно с утра мы рекомендуем вам заварить чашечку ароматного кофе, но вот сегодня я хочу напомнить нашим телезрителям о том, как важно по утрам пить воду. Кстати говоря, Яна, возможно, ты знаешь, а вот в питьевую воду обязательно ли добавлять лимон? В интернете масса интересной информации и частенько противоречивая. То надо, то не надо. Как правильно? Вообще, действительно, чтобы улучшить, скажем так, разогнать наш обмен веществ, эксперты действительно рекомендуют пить воду именно с лимоном. Но эта рекомендация подходит далеко не всем. Но ведь в лимоне очень много калия, есть железо, магний, цинк, множество витаминов. Кому может не подойти такой набор? Андрей, вот смотри, есть такое понятие, как кислотно-щелочной баланс организма. И вот людям, у кого повышенная кислотность желудка, воду с лимоном пить категорически нельзя. Поэтому, друзья, обязательно учитывайте свои особенности и не забывайте про этот полезный утренний ритуал. Кстати говоря, о пользе сейчас будет самая полезная наша рубрика «Будем здоровы имена». А в ней мы расскажем о пользе мангольда. Мангольд – это листовая свекла, ближайший родственник этой очень популярной культуры. В отличие от сородича, корень этого растения не такой крупный и в пищу подходит только листовая часть. Существует несколько видов мангольда. Из них выделяются два основных – черешковый и листовой. Мангольд еще называют швейцарской свеклой. Листья и стебли растения содержат много компонентов, необходимых для жизнедеятельности организма. Среди них можно выделить витамины К, А, С и Е. Средиземноморский овощ богат полезными веществами, но не калориями. А минеральный состав представлен железом, магнием, калием и марганцем. Есть также жирные кислоты и антиоксиданты. Как и любой овощ, мангольд содержит большое количество клетчатки, которое способствует нормальному пищеварению, поддержанию массы тела и снижению уровня холестерина. Употребление продукта снижает риск сердечных заболеваний и укрепляет сосуды. Магний, входящий в состав растения, оказывает благотворное влияние на нервную систему, предохраняет от стрессов. Овощ рекомендуется диабетикам и гипертоникам, еще и потому, что он помогает поддерживать массу тела в норме. Частое употребление листовой свеклы снижает резистентность к инсулину и замедляет процесс всасывания глюкозы из пищеварительного тракта. Компоненты в составе этого овоща препятствуют резким колебаниям уровня сахара в крови, стабилизируя общий гликемический фон. Листовая свекла содержит большое количество антиоксидантов, последние подавляют активность свободных радикалов, которые провоцируют развитие раковых опухолей и некоторых других опасных патологий. Мангольд является одним из лучших пищевых источников витамина К, способствующего выработке особого белка в организме, который принимает участие в построении костей. Частое употребление этого продукта является хорошей профилактикой переломов и остеопороза. Листья швейцарской свеклы также используют в косметологии. Они прекрасно питают, увлажняют, очищают и омолаживают кожу. Кроме этого, листовая свекла – главный ингредиент многих программ по уходу за волосами. Она стимулирует их рост, способствует укреплению корней, а кроме этого придает им блеск и избавляет от перхоти. Внимание! Не рекомендуется употреблять листовую свеклу тем, кто страдает желчекаменной или мочекаменной болезнью, тромбофлебитом, варикозным расширением вен или повышенной свертываемостью крови, а также при наличии аллергических реакций. Мангольд можно добавлять в овощное рагу, окрошку и различные супы. Листья этого растения часто добавляют у голубцы, а его черешки нередко едят в жареном виде. Последние также можно добавлять в запеканки и пироги. Микрозелень и бэби-листья мангольда чаще всего добавляют в салаты, а также используют для украшения различных блюд. Хранить мангольд в холодильнике нужно сухим в пакете или поддоне без предварительного мытья. Срок хранения составляет от 5 до 7 дней и зависит от температуры и влажности оборудования. На зиму мангольд можно заморозить. Друзья, помните, что на 100% от преступников не защитит никакая дверь. Ограбители чаще всего проникают в частное владение в рабочее время, уносят золото, деньги, технику и другие ценные вещи. О профилактике имущественных преступлений говорили на брифинге в Управлении внутренних дел Брестского обл. сполкома. На нем побывала наш корреспондент Эльвира Кабакова. Смотрим вместе. Один был случай в районе Козловича, когда мама в декретном отпуске, полчаса отъехала к клинике, вывезти ребенка к бабушке. И за эти полчаса у нее донесли жилой дом. И это не фрагмент из остросюжетного детектива про грабителей, а реальная история. С подобным сотрудники милиции сталкиваются регулярно. А выражение «украл, выпил в тюрьму» как никогда актуально для категории граждан, которые решаются посягнуть на то, что не так лежит. 40% это лица, имеющие судимость, которые уже, в принципе, ранее имели проблемы с законом, уже, скажем так, у них в крови преступная деятельность. И практически 70%, 68%, если быть точным, это неработающие граждане. Ну, опять-таки, логика в этом имеется. Источники для жизни, существования необходимы. Работать не всегда данная категория лиц хочет, поэтому совершает преступную деятельность. Часто кражи совершают и любители 40-градусной, особенно когда желание принять на грудь сильнее, чем желание работать. В отношении таких граждан применяется принудительное изолирование их в лечебно-трудовой профилакторий. В этом году 730 жителям области пришлось заняться трудотерапией при помощи сотрудников милиции. Немаловажную роль в этом играют участковые. Одним из ключевых направлений профилактической работы, связанной с организацией работы участковых инспекторов милиции, это является, скажем так, информирование граждан, индивидуальная профилактическая работа в рамках отработки живого сектора. Незащищенные пластиковые окна на нижних этажах, оставленные без присмотра дачи, велосипеды, изделия из цветного и черного металлов – вот самые распространенные лакомые кусочки для грабителей. За прошедший период текущего года на территории Брестской области совершено 1583 кражи. Из них раскрываемость краж составляет на данный момент 63% установления лиц. Из общего числа совершенных преступлений по линии уголовного розыска кражи составляют 57,3%. Однако, как бы быстро сотрудники милиции не находили злоумышленников, не стоит забывать о профилактике краж. На сегодняшний день пока не придумано ничего лучше установки охранной сигнализации. Минимальное требование – это если квартира расположена на промежуточном этаже, оборудуется извещателем на открытие входной двери и извещателем на движение в коридоре. Если это уже говорить о жилом доме, то жилой дом, с учетом того, что он более подвержен преступным посягательствам ввиду различного рода уязвимых мест оборудуются все входные двери в доме, оконные конструкции на открытие, разбитие стекла и извещателем на движение во всех помещениях. По словам сотрудников правоохранительных органов, скорейшему раскрытию преступлений способствуют как высокий профессионализм людей в форме, так и многочисленные системы видеонаблюдения, осознанность и небезучастность населения. Совокупность этих факторов не дает шансов преступнику уйти от ответственности. Друзья, вы знаете, что уже известно, что главная елка города, расположенная на площади Ленина, будет зажжена 20 декабря. Да, действительно, Брест вовсю готовится к встрече зимних чудес. На всех улицах и площадях областного центра создается атмосфера праздника и уюта. Вот, кстати, про праздник и уют спасибо в этом плане и погоде, ведь чувствуется, как с приближением зимы приходит первая холода, а вместе с ними и забытый, неповторимый запах снега. Кстати говоря, сейчас мы предлагаем узнать вам, что же ожидает сегодня в рамках погоды в первом регионе всех наших жителей. Очень достоверная, серьезная информация от наших синоптиков. Кстати говоря, поговаривают, что снег будет сегодня. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, напоминаю вам, что сегодня пятница и 22 ноября, а это значит, что впереди нас ждут долгожданные, насыщенные событиями выходные. Кстати говоря, о событиях уже в эту субботу в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой военнослужащие нового пополнения пристегнут на верность Родине. Слова клятвы произнесут более 750 военнослужащих. К слову, в рядах новобранцев есть и одна девушка. В этот волнительный момент молодых людей поддержат их родные и близкие, старшие товарищи и, конечно, ветераны. Все-таки армия – хорошая школа жизни. Она нужна для того, чтобы поддерживать безопасность. Ведь благодаря урокам истории мы знаем, как тяжело жить в военное время и особенно ценим мир. Друзья, прямо сейчас наша рубрика «Брещено-партизанское» расскажет о нелегкой жизни советских партизан. И мы узнаем о лесной школе. Смотрим вместе. Ступая в ряды партизан, присягаю не сложить оружие до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена от захватчиков. Партизанская клятва, не раз подтвержденная боевыми делами. Страница истории народной борьбы с фашизмом в проекте «Брещено-партизанское». В крупных белорусских партизанских соединениях и бригадах, где часто вместе с бойцами проживали их семьи и семьи мирных жителей, необходимость обучения детей была очевидной. Так появились лесные школы. Первая в Беларуси система партизанского обучения внедрила у себя именно Брестская область. В Брестском партизанском соединении, размещенном в урочище Хованщина, такая школа объединила учеников начальных классов. Дети в этой школе учились очень хорошо. И кто закончил, например, на период освобождения, 44-й год, июль месяц, 12 июля наш район полностью был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И вот когда дети шли в 44-м году в школу, то первый класс закончил лесной школу, он шел во второй. То второй, тот в третий и так далее. И не оставляли на второй год, потому что они объем программы своей изучили и готовы были идти в следующий класс. Несмотря на трудности, создание школ в лесах шло полным ходом. Первыми подхватили призыв о создании школ для обучения детей в партизанских зонах комсомольцы Полесской области. Почин позже распространился в Минской, Пинской и других областях. Создание в тылу врага советских школ служило не только объединению и воспитанию детей, но и вселяло веру в людей в неизбежное изгнание гитлеровцев. Способов обучения письму в лесной партизанской школе было несколько. Традиционный перьевой ручкой на бумаге полностью зависел от наличия в партизанском соединении так называемых письменных принадлежностей. Захваченных у немцев трофеев часто не хватало. Для того, чтобы детям были чернила, значит, готовили особым способом кору дуба, кору ольхи, варили, вываривали долго, потом добавляли ржавые гвозди. И, вы знаете, вот этот настой, он был такой красно-коричневого цвета, и очень хорошо им можно было писать. Это были такие чернила, партизанские чернила. Расписание занятий в лесной школе на Хованщине соответствовало учебному процессу в мирное время. Уроки по 45 минут, перемены по 10, большая перемена 20 минут. Школа работала только для начальных классов, и все ее ученики осваивали предметы на таком уровне, что уже в мирное время недостатков знаний для продолжения учебы они не испытывали. На уроках изучаются следующие предметы. Русский язык, арифметика, пение. Ребята выучили наизусть стихотворение. Взвелась ракета боевая. Ведут народы бой. Наша славная земля. Во внеурочное время проведены беседы о действиях партизан, о помощи населения партизанам, о героических действиях партизанки Тани, а также отработаны упражнения по гранатометанию, изучению устройства винтовки, тренировки с макетами стрелкового оружия. Именно в семейном лагере для лесной партизанской школы на Хованщине изобрели новый способ обучения письму. Ребята писали заостренной палочкой в песчаной тетради. Пусочек фанеры, расщеп стволик дерева, значит, обшивали, получалась такая фанера с бортиками. Туда насыпался песочек, смачивался водичкой, и остро заточенной палочкой писали буквы и цифры. Когда уроки заканчивались, детки ссыпали, у каждого был свой мешочек, ссыпали в свой мешочек свой песок, тетрадку уложили в укромное место. И так до следующих занятий. В свободное от учебы время дети занимались общественно полезным трудом. Собирали ягоды, грибы, лесные травы, мох с фагнум, разводили свои небольшие огороды, чтобы освоить премудрости ведения домашнего хозяйства. Вместе со взрослыми ребята стойко переносили все тяготы военного быта, потому что знали, враг обязательно будет разбит. Они воевали бок о бок, делили удачи и неудачи, но никогда не делили родину одну на всех, как общую победу. Друзья, сегодня отмечается очень удивительный и уютный праздник – День отогревания в кофейне. Так, Андрей, расскажи, почему все-таки была выбрана такая дата, именно 22 ноября? Ну, сложно сказать однозначно, но, может быть, из-за того, что за окном все время потихонечку холоднее и холоднее, и мы острее чувствуем приближение зимы. Да, все-таки хочу сказать, что холодное ноябрьское утро располагает к тому, чтобы посидеть в тепле и уюте с чашечкой любимого напитка и в компанию программы «Утренний эспрессо», которая, кстати говоря, движется далее. Следующая традиционная рубрика «День в истории». Смотрим вместе. На календаре 22 ноября. И вот какими событиями ознаменован День сегодняшний. В 1773 году Екатерина II своим указом создала белорусскую католическую епархию с центром в Могилеве. Первым епископом был назначен Станислав Богуш-Сестринцевич. Ему подчинялись все католики латинского обряда в России. В 1876 году в Гродно родился Зиновий Соловьев. Один из организаторов Советского здравоохранения и военно-санитарной службы Красной Армии. Инициировал создание в Крыму уникального оздоровительного центра для детей «Артек». В 1906 началась реформа Петра Столыпина. Ее результатом должно было стать превращение крестьян в отдельный класс мелких собственников земли. И окончательное избавление от обломков отмененного к тому времени уже полвека назад крепостного права. В 1925 году родился участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Александр Петряев. Механик-водитель танка Т-34 особо отличился в июне 1944 года при освобождении Борисова. Герой Советского Союза. В 1941 году во время блокады Ленинграда была открыта «Дорога жизни», связавшая город с Большой землей. Первая колонна из 60 автомашин с санями на прицепах отправилась по льду на восточный берег Ладожского озера и к вечеру достигла порта Кабона. День Сына. Сыновья могут обменяться подарками, организовать семейный ужин или просто провести время за просмотром любимого фильма вместе. Еще больше рекомендаций, как же сегодня правильно провести этот день, подскажет нам Луна. Фаза Луны, третья четверть. Луна убывающая. Символ дня – башня. День несет в себе покой. Период благоприятен для внутренних изменений и налаживания отношений с окружающими. Ожидайте творческое озарение. Захочется посмотреть на мир с легкостью. Внутренняя сила будет привлекать людей и идеи. Старайтесь находиться в компании энергичных и увлеченных персон. Соглашайтесь на приглашения и деловые предложения. Рожденные в этот день настойчиво преодолевают трудности. Они на ходу приспосабливаются к меняющейся ситуации и в итоге оборачивают препятствия в возможности. Кожа может стать особенно чувствительной. Избегайте экспериментов с питанием. Следите за качеством сна. Смело выкапывайте луковицы и клубни для закладки на хранение. Можно срезать цветы для букетов, чистить участок от растительных отходов. Проверьте запасы семян и составьте список недостающих. Некая ситуация потребует от вас честности. Пора заглянуть внутрь себя и понять свои подлинные желания. Постарайтесь не потерять фокус. Согласитесь, друзья, что все-таки привлекательность – это очень сложный феномен. И вот внешность – здесь значимый фактор, но отнюдь не основной. Да, дело в том, что при оценке других людей мы подсознательно опираемся не только на зрение, но и на другие органы чувств. И есть два очень важных фактора, благодаря которым наша внешность может отойти на второй план. Хотя сами вы можете не обратить никакого внимания, но именно голос и запах производят впечатление о человеке. Вот, кстати, Андрей, хочу тебя спросить, а на что все-таки ты обращаешь в первую очередь внимание при знакомстве с новым человеком? Ну, в силу, наверное, профессиональной деятельности, в большей степени я обращаю внимание на голос человека. Его тембр, скорость речи, лексикон, чистоту речи, в конце концов. И вы знаете, мне кажется, что это вот именно так и работает. Ну что ж, спасибо тебе за ответ. Мы движемся далее. И прямо сейчас в программе «Утреннего эспрессо» мы посмотрим обзор прессы «Первого региона». Смотрим вместе. Ряд наград привезли пинчонья с республиканского смотра качества хлебопулочных и кондитерских изделий «Смокота». В их числе золотая медаль и гран-при второй степени. С лучшими образцами знакомит еженедельник. В Музее Белорусского Полесья состоялся вернисаж талантливой художницы Светланы Ноздрин-Плотницкой. Экспозиция под названием «Родовод» посвящена памяти ее отца. Она включает 36 картин, а также авторский проект «Инсталляцию», который состоит из семи чемоданов мультимедийного ностальгического фильма с фотоархивом разных времен и авторов «Делится газета». В Пинске в очередной раз задержали несовершеннолетнего наркокурьера. Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 328. Минимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Корреспондент Пинского «Вестника» вместе с компетентными лицами рассуждает, почему подростки становятся расходным материалом для организаторов интернет-наркомаркетов и можно ли этого избежать. В чем секрет долголетия? Этот вопрос юные корреспонденты новинками Нечины задали одну из долгожительниц деревни Пищатка. В 2025 году Нине Степановне Скибук исполнится 90 лет. О ее непростом жизненном пути читайте в номере за 23 ноября. В рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Ивановщину посетил председатель облсполкома Петр Пархомчук. Подробнее о его визите рассказывает Яновский край. О чем прочитается, знаете из обзора прессы Утреннего Эспрессо. 22 ноября по народному календарю Матриона зимняя. Считается, что с этого дня зима вступает в свои права. Вот, кстати, с этой даты связано и много примет. Например, если 22 ноября идет снег, то это сулит холодный май, такой же, как мы пережили в этом году. Не будем загадывать, но наперед давайте просто посмотрим прогноз погоды от наших синоптиков и узнаем, что нас ждет уже сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Вот и она, пятница, с чем мы вас и поздравляем. Друзья, мы желаем вам плодотворного рабочего дня, а также отличных выходных. А вот будут они плодотворными или ленивыми, бурными или спокойными, это решать только вам. С вами была программа «Утренний эспрессо» и ее ведущие Яна Пикула и Андрей Палагин. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хорошего дня, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»